Около 100 тысяч человек вышли на протесты в Будапеште. Масштабную демонстрацию в столице Венгрии провели, требуя пересчета голосов. Парламентские выборы, напомню, состоялись в прошлое воскресенье, после чего Виктор Орбан получил кресло премьера в третий раз. Продолжит Елена Абрамович. Европа, помоги! Остановите Виктора и Орбан, диктатор! С такими лозунгами вышли на массовый протест Венгры. Главное требование демонстрантов – пересчитать голоса. В мажоритарных округах партия Орбана получила две трети голосов и чуть меньше половины по партийным спискам. Впрочем, многие понимают, что пересчет не спасет ситуацию, ведь оппозиция так и не сумела пойти на выборы единым фронтом. Думаю, всем левым партиям следовало бы объединить свои силы. Многие проголосовали за левых, но их голоса растворились. Одним словом, они жалкие, и это ужасно. Они такие слабые, что не могут достичь компромисса и нападают друг на друга вместо того, чтобы объединиться. Демонстранты требовали также принять новый закон о выборах и обеспечить независимость СМИ. На превзятость СМИ во время предвыборной кампании указывали и наблюдатели ОБСЕ. В докладе организации также говорится о запугивающей экстенопопской риторике партии Орбана, а еще непрозрачности финансирования кампании. Впрочем, сам Орбан на все замечания и протесты ответил коротко. Мы выиграли и все. Но организаторы протеста настаивают. Худшее впереди. Если мы не объединимся, то проиграем эту битву. Мы не хотим еще 150 лет жить с этим режимом. Не хотим еще одной эры давления, и нам не нужна очередная волна возмездия, как в 1948 году. В то же время правительственный еженедельник опубликовал список так называемых наемников американского миллиардера Сороса. В нем две сотни фамилий, среди которых исследователи университета, которые финансируются фондом Джорджа Сороса. А также сотрудники ряда общественных организаций, журналисты и экономисты, которые критиковали политику премьер-министра. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.